В деревню к тетке в глушь. И не важно, если у вас нету тети. Глубинка предлагает всем уставшим от шума горожан провести лето на природе. Целые населенные пункты занялись туристическим бизнесом. Местным деньги, приезжим на турпродукт. Вместо моря и пляжа – грядки, курятники и овцы. На Кубани осваивают новое направление отдыха – агротуризм. Ему и посвятили целую выставку в Краснодаре. Еще такой вид отдыха называют сельским или деревенским, когда места для наслаждения ищут вдалеке от популярных туристических маршрутов – в маленьких хуторах и селах. Тут-то деревенские и устраивают туристам из города мастер-классы по жизни на селе. Можете сами поучаствовать в откачке меда, сборе меда и рамки пособирать. Пожалуйста. У Ларисы Бардадым из станицы Смоленской прекрасами сельской жизни можно наслаждаться хоть несколько месяцев подряд. Есть два деревенских дома, где можно ночевать, огород и живность под боком для работы. Есть возможность насладиться деревенской экзотикой бесплатно по бартеру. Туристу предложат жилье и еду, взамен часть дня придется трудиться на поле или в огороде. Это сейчас очень востребованный вид отдыха, потому что компьютер все-таки нагружает людей именно статичностью своей. Поэтому они хотят двигаться. Агротуризм в России – направление относительно новое. В Краснодарском крае его стали воспринимать не просто как прихоти избалованных горожан. Сейчас это формирующаяся отрасль в громадной туристической сфере. И поддержка в развитии здесь на самом высоком уровне. Первую в регионе выставку агротуризма посетил глава края. Он зашел на каждый стенд, в котором демонстрировали услуги сельского отдыха. Некоторые не упустили возможности перед Вениамином Кондратьевым похвастать своими успехами, в том числе и вниманием министра курортов. 9 120 туристов побывали на нашей винодельне. Это очень серьезные цифры. И второе место нам вручал награду господин Евгений Владимирович как лучший крупный объект агротуризма в Краснодарском крае. Когда Евгений Владимирович, он станет товарищ, а дела пойдут лучше. В разговоре с фермерами Кондратьев предлагает более детально проработать туристические программы для отдыхающих. Турист, как таковой, он едет не за дегустацией даже вина, но это само собой. Он едет не за экскурсии, он едет все увидеть, как это все делается, и где-то своими руками сделать. Самое главное, что ему нужно, ему нужны впечатления. Вот если он эти впечатления возьмет, тогда реклама побежит быстрее телевизионной и иных реклам. Одно из главных преимуществ агротуризма перед классическими видами отдыха на Кубани – это его круглогодичность. Предложить туристу работящий отдых в деревне, готовый не только летом, но и зимой. Именно это условие во многом делает агротуризм не просто развлечением, а настоящим инструментом по возрождению села, говорит Вениамин Кондратьев уже со сцены. Агротуризм – это экономика, или это туризм, или это элемент выживания на селе. Это все вместе. Агротуризм может стать реальным экономически выгодным направлением. Если мы на самом деле этого захотим, то мы сделаем. Сделаем из этого проекта реальное направление экономики в аграрном секторе региона. И поверьте, оно будет успешным. Для нас это новый шаг, первый шаг, но дай бог не последний. Вениамин Иванович, вы очень правильно сказали о том, что это должно быть на постоянной основе. Мы это поддерживаем, потому что это доходы населения, это развитие агропромышленной территории Краснодарского края. Для сельских жителей агротуризм – это дополнительный источник доходов и новые рабочие места. Для горожан – способ отдохнуть поближе к земле. Серьезно тормозит развитие нового направления – отсутствие партнерства между турфирмами и фермерами, занимающимися агротуризмом. Это та основная проблема и та основная цель, которую мы сегодня перед собой ставим. Турфирмы в своей работе, ну, кто-то как экскурсионку использовал. А вот такого единого турпродукта, то, что называется в отрасли турпродуктом, когда ты купил путевку и поехал из одного к другой, из одного к другой, и вот прям целенаправленно посетил, его не было создано. Краевые власти сейчас рассматривают варианты, с помощью которых можно реально поддержать деревенский отдых. Это и возможность получения грантов, облегчения налоговой нагрузки или помощи с выплатами по кредитам. Будущее у агротуризма есть, уверены специалисты. Ведь формулу «отдыхать, не работать» многие туристы сегодня ставят под сомнение, предпочитая совмещать приятное с полезным во время отпуска в деревне. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.